Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотел бы остановиться на некоторых вопросах, как раз связанных с качеством государственного управления в контексте измерения успешности либо неуспешности развития страны. Маленькое предварительное замечание. Мне кажется, что построение любых моделей должно основываться, если мы говорим тем более о социальной политике, основываться на тех реальных проблемах, которые волнуют все общество, не отдельные его слои и выражают тем самым некие мотивы и интересы этого общества. В связи с этим, вот здесь представлен опрос, это служба Гэллопа, которую никто никогда не заподозривал в предвзятости. Это исследования прошлого года и по миру, и по России. Они здесь приведены мной не для того, чтобы сравнить Россию и мир, а показать, что у всех есть 4-5 самых главных проблем, которые всех волнуют. Это проблемы коррупции, это проблемы бедности, проблемы экономики, проблемы войны и мира. Итак, это первая постановка вопроса. Второе. Когда мы говорим о государственном управлении и его эффективности, как мне представляется, рассчитывая, рассматривая вот эту палитру, гамму различных параметров, сегодня нужно учитывать, по крайней мере, еще два появившихся новых в теории экономики, и социологии, и других общественных наук. Первое. Это появление категории человеческого капитала. Ну, если говорить совсем коротко, это уровень образования, это уровень здоровья и это уровень культуры. Экономисты доказали на моделях, что в современных условиях человеческий капитал это не просто затраты, неизвестно куда в будущее, это реальная отдача, это реальный производительный фактор, который влияет на экономическое развитие, на экономический рост. Ну, там есть и обратное влияние. Развитие экономики на человеческий капитал. Второе обстоятельство, которое, как мне кажется, нужно учитывать. Это более сложная штука. Это капитал социальный. Первая позиция здесь – доверие. Это не то доверие, что наши социологи, доверяешь, не доверяешь, правителю, там, партии, думе. Это несколько другое. Это доверие в обществе и по вертикали, и по горизонтали. Которое является очень сложной такой материи, вот эта сложная ткань социального общения вообще людей. Эта позиция также влияет на позицию человека в обществе, отражает вообще глубинные вещи, связанные с государственным управлением. Вот если учесть эти две постановки вопроса, то мне представляется, что некоторый индекс, целевые параметры, индекс успешности, индекс благосостояния, индекс прогресса, мы можем по-разному это называть, наверное, он мог бы в себя включать несколько вот таких переменок, соединяя экономические параметры и параметры самочувствия, состояния человека в том или ином обществе. Но прежде всего речь идет о нашем российском обществе. Составляющие все тоже непростые. Здесь тоже нет простых решений и простого моделирования. Я обращу ваше внимание на рост ВВП. Вообще с этим ВВП многие так ненавистно к нему относятся. Но ведь здесь не может быть максимизация, если мы говорим о росте ВВП, то здесь нужна оптимизационная какая-то функция, а не максимизация. Потому что ВВП можно решить просто, теоретически. Все сбережения, которые есть, и все потребления, которые есть в стране, направят на инвестиции, и будет колоссальный рост. Или вторая любимая штука в статистике, не учитывать инфляцию, дать показатель по номинальному ВВП, вот как в этом году. После известных всех событий в результате. Вообще сейчас статистика нам с вами скажет, по 2014 году мы ВВП получили 7,1. И после этого поставить точку. Если после этого мы скажем, что дефлятор составил 6,8, тогда мы поймем, что происходит. Поэтому по всем этим параметрам, то же самое и с инфляцией, здесь нельзя максимизировать. Здесь нужна оптимизация. То же самое, кстати говоря, по некоторым вещам и по правой части вот этого предложения. Что происходит? Я вернусь к индексам. Индексов действительно очень много, и о них сегодня много говорили. Их довольно сложно сгруппировать, но есть знаковые такие индексы. Вот говорилось об экономических этих агентствах, ФИЧС, но это бандиты. И это признано в мире. Это просто бандиты. Они что делают? Они не только обследуют к красному дню какие-то страны или банки. Все компании, которые выходят на мировые фондовые площадки, обязаны у них получить заключение. Обязаны. Без этого их в Лиспинг не пустят. Они как щупальца весь мир связали. Но не мы только протестуем. И я говорю это слово не первый. Первый президент Франции во время кризиса им это сказал. Потом президент США. В ООН были специальные слушания по деятельности этих фондов. Но я хочу сказать о разного рода рейтингах. Мы там часто занимаем неприятное положение. Не очень приятное. Но на мой взгляд эти рейтинги ценны тем, что в самом формулировании тех позиций, которые опрашиваются или которые исследуются, там заключены совершенно определенные ценности. Ценностные характеристики того или иного явления. И нам нужно смотреть на эти ценности. И иногда, может быть, их учитывать. Ясно одно. Вот большинство рейтингов... Вы меня простите, к гадалке ходить не надо. Почему мы внизу? Везде стоят права человека. Но любой. И по конкурентноспособности. И по процветанию. И по благосостоянию. Но везде права человека и Россию. А это субъективные оценки международных экспертов или международных опросов. Это не мы говорим. Мы там все очень далеко. И этот индекс тянет нас везде очень далеко. Но есть вещи очень правильные. Я вот нашел один правильный индекс, на мой взгляд. Это американский институт земли. Он не только появился. Он из года в год. Он дает очень хорошую картинку по уровню счастья. Очень хорошую. Я думаю, нам нужно ее использовать. Включая вот наши ценностные показатели. И не только уровень ВВП, но и действительно и стабильность семей. И великодушие, и щедрость. Для целостной характеристики общественных отношений это будет очень верно, очень правильно. Одна общая тенденция, связанная с человеческим капиталом и социальным капиталом. В мире происходит сближение форм социальной политики. В последнее время буквально. И полюса этой политики, либеральной, которую мы с США вечно ассоциировали, и социал-демократический, шведский, скандинавский путь, они сближаются. Все-таки общая траектория, общий тренд ведет к тому, что эти типы политики, а они по одному критерию сформированы, по типу участия государства в экономике, в социальном развитии, они потихоньку начинают сближаться. Что здесь происходит? Вот посмотрите, пожалуйста, на эту табличку. Это я немножко сгруппировал, официальные данные, никаким образом их не трогая. На первое место уже у нас, а девятый год это кризис, как мы помним, самый пик его, да? Шведы ушли на второе место. Американцы подтянулись довольно прилично, у них всегда был порядок 32-33 процента. Французы, итальянцы, ну и немцы пока стоят немножко на месте. Вот тенденции выявлено. Будет ли она продолжаться? Пока сказать трудно, потому что это девятый год, а американцы при всем рыночном либерализме предприняли такую ужасную для слуха наших властей вещь, как национализация. И поэтому государство вложилось. Может быть это повлияло. У нас тоже некоторые комментарии. Вот 38 и сегодня 38, но это без государственных небюджетных фондов. Там если добавить еще 5 процентов, это примерно 43 процента мы уйдем. Но что главное в этом увеличении? Вот проблема опять человеческого капитала. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Я выделил, ну прежде всего США, сколько по доле в консолидированном бюджете, мы иногда неправильно считаем, надо брать консолидированный весь, то есть здравоохранение и образование, это суть человеческого капитала. Насколько они впереди всех? Они вкладываются туда. При вроде бы платном здравоохранении, платном образовании, они туда много вкладывают, они вкладывают в инфраструктуру этих отраслей, в инновации этих отраслей. Наша позиция вот примерно сейчас по 11 процентов и по этому году. И, как говорится, проблем здесь пока возникает много. Но, вот мы говорим о некой программе действий. Я хочу сказать, что мы в 2012 году впервые получили некую программу долгосрочного развития, социально-экономического развития России. Правда, называется она нехорошо, прогноз. Но до 30-го года такая программа существует. И там, кстати говоря, есть хороший раздел, связанный с человеческим капиталом, с его развитием и по многим другим параметрам социально-экономического развития. Вот сначала была концепция, неудачно принятая в ноябре 2008 года. Кризис пришел в Россию. А приняли концепцию с цифрами по экономическому развитию. Она, конечно, погибла. После этого появился вот этот прогноз, который ставит целевые ориентиры, собственно, о которых мы и говорим. Ставит целевые ориентиры, в том числе и по социальному развитию. Вот бедность должна быть у нас 6-7. Продолжительность жизни 72-75 уже к 20-му должна была быть. И 74. Очень важные показатели. К сожалению, сегодня это можно констатировать. Мы пока отстаем от запланированного рубежа. Вот по бедности, если к 20-му году вряд ли будет 6, потому что сегодня 11-12, а с 7-го года у нас не снижается. Вот как заколдованных. Встала и стоит на месте, хотя финансирование очень большое. Средняя продолжительность жизни, правда, повышается. Мы сегодня ушли где-то, слава богу, в 70. Ну и, наконец, большие проблемы с нашим ротом и его соотношение с прожиточным минимумом. Мы здесь даже равенства пока не достигли. Майские указы президента сегодня включены в этот план до 30-го года. Здесь некие постановки новой вопроса о социальной среде общества. Но проблема. По оценке экспертов, эти майские указы стоят плюс 5% ВВП в год. Вот были расчеты в свое время, что ВВП должен расти 5%, тогда все указы будут выполнены. Ну, они выполняются и должны выполняться, начальство жмет, и без этих 5%. Но что мы получали, тревожную ситуацию? Вот по этому году мы выходим на 0,3-0,5%. Страны, надо сказать, иногда наши руководители финансовые ссылаются, что во всем мире кризис, страны вышли из кризиса. Все почти вышли. Вон итальянцы там не очень пока хорошо себя живут, но остальные пошли довольно нормальным путем. Поэтому проблема вот повышения ВВП и через это реализация социальных отношений, она довольно серьезная, очень серьезная. Что нам не хватает хронически? По этому году, как и по предшествующим, не хватает инвестиций, сокращение инвестиций произошло, сокращение потребительского спроса, и несмотря на все обещания, уже реальная оплата труда в этом году у нас снизилась, если брать реальную, и дальше в условиях инфляции и курсовых этих штук она будет только снижаться, несмотря на некие доплаты, дельты, которые в рамках указа будут выполняться. Это плохо. О бюджете и о текущей ситуации, как она корреспондируется с долгосрочными целями. Вот этот план до 30-го года, там есть такой форсированный вариант развития России, как раз базирующийся на элементах человеческого капитала. Но вложение в отрасли социальные нужно сделать определенный маневр, усилить их долю в бюджете, чтобы было финансировано. Потому что и здравоохранение, и образование – это бюджетные отрасли, они сами себе не заработают. Вот по этим четырем позициям, как всегда, формируется бюджет. И видно сразу, что мы сегодня оказались в довольно тяжелой ситуации. Бюджет сформирован, принят. Может быть, в следующий четверг президент какие-то коррективы внесет. Но бюджет принес совершенно нереальных условий. Нереальной нормативной и фактической базе. По курсу доллара заложено 34,37. Понятно, что это нереально. Никогда он сюда не опустится. По цене на нефть тоже довольно проблематично. Что на будущий год оно в среднем будет стоить сотни. Скажу о девальвации. Это ведь долгосрочная штука, долгосрочный тренд, который будет определять экономику и социальную сферу России. По моему глубокому убеждению, социальные риски совершенно не просчитаны. Это технократическое решение, ресурсное, необъяснимое. У Центрального банка 500 миллиардов долларов. И отказ от интервенций на спаде экономики, на неопределенностях в экономике вызывает очень большие... Но президент сказал, что это единственное правильное решение, поэтому обсуждать не будем. Последнее. Еще один фактор вот этого форсированного этапа, это создание высокопроизводительных рабочих мест во всех отраслях. Но я хочу успокоить, вы цифру знаете, 25 миллионов. Успокоить тем, что по расчетам Минэкономразвития делала, в 2011 году у нас уже 18 было. Поэтому создавать не 25, а 7 всего. И вот сейчас каждый год по миллиону они отчитываются, они создают. Так что здесь все будет нормально. Но вот опять вопрос в экономическом подходе. Когда, наверное, не только техники, но и экономисты говорят о высокопроизводительных рабочих местах, что мы понимаем? Фонды вооруженные, да? Техника вооруженная, энерговооруженная, современные технологии. Да ничего подобного. В эти 25 мест заложен простой принцип. Норма выработки, то есть зарплата на одного человека. Вот расчет 25 рабочих мест, 25 миллионов рабочих мест. Поэтому приросты, вот я красным выделил, будут только в образовании, здравоохранении, где зарплаты президент повелел повысить. И торговля, обратите внимание, торговля четверть всех высокопроизводительных рабочих мест. Ну разве это нужно для России? Разве это нужно? Я завершаю со всем. Спасибо. Спасибо большое. Это невероятно важная тематика и сообщение вносит очень мощный вклад. Продолжение следует...